Здравствуйте. Следующий урок — события. События — это еще один важнейший механизм в один из Bittrex, который позволяет расширить возможности системы. Иногда нужно повлиять на какую-либо API-функцию, так как ее функционал не полностью устраивает, но, как уже говорилось, нельзя менять ядро продукта. В ходе выполнения некоторых API-функций, таких, например, как создание элемента информационного блока, создание заказа или добавление пользователя, в определенных точках установлены вызовы функций, так называемых обработчиков событий. Разработчик может определить произвольный код, который будет выполняться при наступлении события. В документации разработчика у каждого модуля присутствует описание событий, но так как платформа развивается быстро, не все события записываются в документации. Можно анализировать код, чтобы выяснить, какие есть события, или воспользоваться модулем Live API, с помощью которого можно проанализировать код. Рассмотрим использование обработчиков событий на практическом примере. Частая задача — повлиять на элементы инфоблока перед изменением его через административный интерфейс. Сделаем очистку полей цены элемента от лишних символов, так как часто бывает ситуация, когда контент-менеджер может сохранять элемент, используя понравившиеся ему разделители — запятые, пробелы и так далее. Проанализируем задачу. Нам необходимо событие, которое будет вызываться перед созданием элемента или его изменением. Давайте посмотрим, какие есть события в модуле информационных блоков. В данном случае нам подходит событие on-before-i-block-element-add. Это событие вызывается до создания элемента, и оно передает массив полей нового элемента информационного блока. Все данные этого элемента являются ссылками на исходные перемены, поэтому если мы изменим значение какого-либо параметра внутри обработчика, это приведет к смене значения переменной. Следующее событие, которое нам понадобится — это событие on-before-i-block-element-update. Это событие похоже на on-before-i-block-element-add, но вызывается оно до изменения элемента информационного блока. Также оно передает массив полей изменяемому элементам. Давайте создадим обработчики событий и перенесем их в отдельный файл. Создадим файл event-handlers в директории php-interface include. Этот файл будет хранить в себе обработчики событий. Подключим его в файле init. И давайте создадим здесь обработчик события. Например, событие on-before-i-block-element-update. Здесь используется функция addEventHandler, в которую передаются параметры ID модуля — это информационные блоки, само событие и массив параметров обработчика — класс обработчика и функция. Давайте изменим название класса на CI-блок-handler для удобства. И сделаем дамп входящего массива в обработчик. Так как это обработчик события изменения элемента инфоблока, давайте изменим какой-нибудь элемент. Например, в инфоблоке «продукция». Давайте запомним свойство цена, значение изменим. Итак, мы видим параметры во входящем массиве. Здесь стоит отметить массив property values, в котором хранится значение цены. Массив имеет следующую структуру. Здесь есть массив с ключом 2, в котором опять же лежит вложенный массив с ключом 94, и внутри него непосредственно наше значение. Нам необходимо работать с этим значением в обработчике событий. Давайте изменим какой-нибудь другой элемент и посмотрим, что поменяется в входящем массиве. Итак, мы видим здесь опять же ключ 2 и ключ 106 внутри него. Стоит объяснить, почему здесь используется ключ 2 и 106. Давайте перейдем в настройки инфоблока. В данном случае это инфоблок «продукция». И во вкладке «свойства» найдем наше свойство «цена». Вот оно. Мы видим ID свойства «цена» равным 2. В данном случае ключ 2 — это ID свойства «цена». Нам необходимо оперировать с значениями свойства. И следует также сказать, что ключ вложенного массива 97 — это ID записи в базе данных, которая хранит в себе значение этого свойства для элемента. Для того чтобы получить оба ключа, давайте воспользуемся методом в классе CI-блок «элемент», который позволяет получить значение свойства. это getProperty. Метод принимает параметры — это код инфоблока, код элемента, а также остальные параметры — массив необязательный и фильтр. Давайте посмотрим пример использования. И воспользуемся этим методом в нашем обработчике события. В данном случае product iBlockID можно взять из rFields — это iBlockID. И ID продукта — это rFieldsID — ID непосредственно элемента. Здесь в массиве фильтра нам нужно в поле код задать символьный код свойства цена — это price. И давайте сделаем dump возвращаемого массива. изменим какой-нибудь элемент. Итак, мы видим значение массива — это значение свойства цена для этого элемента. мы видим value. Также мы видим ID — это ID свойства. И в параметре property.value.id мы видим ID записи в базе данных, которая хранит в себе само значение непосредственно. Итак, все данные у нас есть. Давайте воспользуемся ими. для начала сделаем проверку на длину строки сохраняемого значения цены. если она больше нуля, то далее мы будем оперировать. Нам нужен массив rFields, массив property values. далее идет ID свойства, то есть в данном случае это ID из массива, который получается в результате работы метода, и ID записи в базе данных по значению, то есть property.value.id. и непосредственно само значение value. Давайте сделаем вывод того, что у нас есть для проверки. Для начала сделаем dump этого и закомментируем условие. Сохраним. Итак, мы видим значение, которое нам требуется. Вставляем условие. И теперь в условии нам необходимо сделать проверку на наличие ненужных символов. Давайте воспользуемся функцией preg replace и сохраним ее результат непосредственно в rFields. Итак, мы пользуемся rFields, в которые передаем значение функции preg replace. Здесь стоит указать правило, по которому мы будем работать. Нам необходимо избавить значение свойства цена от лишних символов. В данном случае мы будем осуществлять проверку на наличие цифр. Поэтому нам достаточно будет такого правила. И передадим непосредственно само значение для проверки. Итак, мы сделали. Давайте сохраним. Мы можем изменять элемент любых инфоблоков. Но так как мы работаем с инфоблоком продукция, давайте добавим проверку на инфоблок. Воспользуемся константой, которую мы создавали ранее в файле constants. Это каталог блок ID. Здесь хранится ID инфоблока каталога. Давайте сделаем здесь проверку. Итак, если мы работаем с инфоблоком каталога, то осуществляем проверку. Итак, мы создали обработчик события при изменении элемента. Для решения задачи полностью нам необходимо создать обработчик событий при создании элемента. Он делается аналогично. Он использует специальные элементы rotate электронных менедриев и добавляет их в качестве эффективного эффективного generated Cons prize.